Наш сегодняшний урок о недельной главе Торы Шлах. Начинаем главу Шлах. И говорил Бог, обращаясь к Маше так. Пошли от себя людей, чтобы высмотрели они страну Кнаан, которую я отдаю сынам Израиля. По одному человеку, от отчего колена, пошлите. Каждый из них должен быть вождем. Всевышний говорит, пошли от себя людей. Потому что Всевышний сказал, идите в страну Кнаан. Мы должны просто идти. Ну, мы начали рассуждать, что там народ сильный, мы не знаем, кто там, им нужна обязательно разведка. И приводим аргументы из Торы, что Всевышний говорит, буду от вас изгонять народы постепенно. И мы должны посмотреть, где какие народы живут, чтобы увидеть, на кого напасть. В общем, соизмерить свои силы. Мы требуем послать разведчиков. Всевышний говорит, пошли от себя людей. И послал их Маше из пустыни Паран, по слову Бога. Все люди, эти главы сынов Израиля, они. Это место называется в этой главе пустыни Паран. В главе Маше мы его знаем, как Ритма. А в главе Гварим мы знаем, как Кадеш Барнеа. Одно и то же место называется разными названиями. И вот имена их. От колена Реувена Шамуа сын Закура. От колена Шимона Шафат сын Хари. От колена Ягуды Калев сын Гифуне. От колена Исахара Игаль сын Йосифа. От колена Ефраима Оша сын Нуна. От колена Бенямина Палти сын Рафу. От колена Двулуна Гадиэль сын Садид. От колена Йосифа. От колена Минаше Гади сын Суси. От колена Дана Хамея сын Гмали. От колена Аше Растурстан Михаэля. От колена Вталина Хби сын Вовси. От колена Гада Гюэль сын Махи. Имена людей, которых послал Маше высмотреть страну и назвал Маше Ошуа сына Нуна Егошуа. То есть наши мудрецы говорят, что в этих именах просматривается на что надеялись разведчики. То есть каждый подразумевал по-своему этот путь и имена указывают, что они не хотели, чтобы мы пошли в другую страну. Медраж говорит, что мы хотели все остаться вождями. Вот разведчики хотели быть вождями. И они понимали, что по пророчеству Маше уже не будет в стране Кнаан, а новый руководитель будет ставить своих людей на руководящие должности и не потеряет должности. И это не такое простое испытание, потому что что такое человек, допустим, из колена. Среднее это 50 тысяч воинов у него в подчинении. Кроме этого, у него еще и старшего возраста люди в подчинении. Это огромное. Он царек в пустыне. Придет он сейчас в страну Кнаан и станет обычным человеком. Так они решили, будь же быть нам царями здесь, как Медраж пишет. Поэтому решили поступить, как поступили. Где-то в нашем мудрецовье, что имена сокращены. Допустим, Палтиэль, Стал Палти, в общем и другие имена сокращены. Имя Калев поменялось. То есть Калев изначально он сын Хитцрона. Тут он сын Ефуне. Раша власть в своей памяти говорит, что Ефуне это переводится как выставил в разведке. Вот так. Егошо вдруг становится Ошо, а потом опять Егошо. То есть мы его видим в в битве с Самалеком, когда он был военно-министром страны на этой войне. Вот он его называют Тора сразу Егошо. Здесь он ученик Маше, который не выходит никогда из шатра. Он Оша. И тут Маше меняет именно Именно Егошо. Добавляет ему буквы Ют. От имени Сарай. Всевышний забирает букву от имени Сарай Ют. Набыла Сарай, стала Сара. Эта буква не пропала и Маше, чтобы усилить Егошо, добавила ему эту букву. Оша стал Егошо. Вот так вот. Мудрецы в этом просматривают смысл. Кали вообще личность невероятная. Значит, мы смотрим то он Калифсин и Фуне, потом Тора называет его сын Кназа. Это главе Матот. И почему сын Кназа это то, что у него есть отчим и отчим воззвут Кназа. так приемный сын Кназа. В общем, Калифсин Кназа. Калифсин и Фуне. Калифсин Хитцерона. Еще в Дивреи и Амин книге мы находим, что написано, что Калифсин Хура. Что такое? Там вроде знаешь, Калин сам родил Хура, Хур родил Хури, Ри родил Бицарель, он построил храм. Как же может быть Хур Папа Калин Раша пишет, что это другой человек. Возможно, что Хур назвал своего сына именем Калин. Может быть, это имеется ввиду? В том месте, в Девраемим, это в первой части. Вторая глава. Вот так вот. Потом Тора называет его Мерет Калин. Потом Тора его называет Калувай. То есть, у него разные имена. В общем, у него очень интересная личность. Даже не поймешь, может, он не один. Настолько серьезная личность. И его Всевышний особо выделил. Говорит, раба моего Калива, за то, что в нем будут иные, его я приведу в эту страну. И Оша там рядом не стоит. И Оша в следующих предложениях стоит. Ну, настолько Всевышний отделил. Настолько он сильная личность. Выставил сам в разведке. Не пошел за соблазном других вождей. Это именно людей, которые послал Маше высмотреть страну. И назвал Маше Оша сына Нуна и Оша. И послал их Маше высмотреть страну Кнаан. То есть, Оша, когда он скромный ученик Торы, таким он был все время, он Оша, скромное имя. Когда он действует, выходит на войну или идет в разведку, добавляется буква. становится Его Оша. И даже в конце, когда его уже ставят на должность, это имя стоит Оша тоже. Говорит о его скромности. Тот комментарий, который говорит, что Оша был всего лишь пятидесятником, ну, это нам очень трудно понять, потому что, ну, как это так? Во-первых, он заместитель Маше. Во-вторых, он военный министр страны. И трудно себе представить, ему дред сторы, никаких нет. Утче Тору всегда с утра до ночи. Как можно такой комментарий нам принять? Возможно, этот комментарий просто о скромности его говорит, может быть, поэтому так комментируется. Но понятие обычно, что обычный пятидесятник трудно сказать, потому что военный министр страны, которому поощрение 603 550 человек, трудно сказать, что это пятидесятник. «И послал это сильный народ никого не боится, а если он в крепостях закрылся, укрепленные города, то тогда нам бояться нечего». То есть они сами боятся всех. «Кова земля эта, тучная или таща, есть ли деревья или нет, постарайте же и возьмите от плодов страны, время же это было временем созревания винограда». «И поднялись с ней и высмотрели страну от пустыни сын до Рихова, что по дороге в Хамат, и пошли на юг страны и дошли до Хеврона». Наши мудрецы говорят, там тут написано ивритик «Дошел до Хеврона». Говорится, что пока разведчики шли, какие-то у них цели были, чтобы напугать народ, чтобы не идти в страну, то Калев, это говорится о Калеве, что он пошел в Хеврон и молился на могиле про отцов. Вот так. Дошли до Хеврона, а там Ахимай, Шишай и Талмай дети Анака. Это великаны были. Впоследствии книги Егоршева мы знаем, что Калев скажет тому, кто убьет Ахимай, Шишай и Талмай я отдаю дочь свою Ахсу в жены. И написано, что вызвался от ней сын Гназа, это его названный брат, и он их убил и забрал Ахсу в жены. Калева дал ему свою дочечку. Потом они говорили о том, что земли хорошая, но воды нет. И Калев еще им отдал источники какие-то там. В общем, такая история нам известна с Ниги Иошуа. Ахиврон был построен на 7 лет раньше Цианной Египетской древний город. Там могила праотцов. И дошли они до долины школь и срезали вет с одной грозью винограда и поднесли ее на 6 вдвоем. Наши мудрецы говорят, что она была огромная, эта грозь. Даже есть идея, мы видим, чтобы грозь винограда была такая огромная, чтобы даже вдвоем нести можно. Ну, сколько? Ну, килограмм, полтора на пусть 2 килограмма там грозь весит большая. Ну, кто бы ее нес вдвоем на 6 но вот это была какая-то огромная грозь. Митраж пишет, что она была размером 960 С. Это около тонны весом. И пишет, что 8 человек несли эту грозь, а двое несли инжир и гранат, которые были тоже по таланту, то есть по 50 килограмм грубо взять. Вот такие невероятные плоды тут были. Некоторые комментируют еще в ведраше, что каждый из них брал с собой в эту разведку оруженосца и 16 человек несли эту грозь. Такая она была огромная. То есть невероятные плоды. И взяли также зло гранатов и смоковниц место, то стало называться Далина Эшколь из-за грозди, которую срезали там сыны Израиля. И возвратили через 40 дней и пошли и пришли к Маше и к Арону и ко всему обществу в Израиле в пустыню Паран в Кадеш и принесли ответ им и всему обществу и показали им плоды страны. То есть местность в пустыне Паран называется Кадеш. Ну мы знаем что это Кадеш Барнеа оно называется еще здесь Кадеш только но это не тот Кадеш где впоследствии умирает Мирьян потому что написано пустые сын она же Кадеш это просто Кадеш и рассказали ему и сказали пришли мы в страну в которую ты послал нас и вот течет она молоком и медом и вот плоды ее но силен народ живущий в этой стране и города укрепленные очень большие а также детей анака видели мы там амалек живет на юге страны а нам это прекрасно известно когда он нас напал мы ничего не могли сделать он убил людей это единственный случай когда кто-то из народов убил сынов Израиля это в Рефидиме еще было перед ним получили Тору напал потому что мы там говорили фразу если Бог среди нас или нет он действительно убивал поэтому это очень сильный враг ахеты и гусей и морей живут в горах окна инии живут у моря и ордана всевышний скажет что эти народы допустим и морей что они великаны и как кедры кто может победить великан он нам отдал их но успокоил калев народ перед мошей сказал непременно взойдем и овладеем ею ибо в наших силах это люди же которые ходили с ним сказали не можем идти на народ тот ибо он сильнее нас и распускали не злую молву о стране которую высмотрели между сынами Израиля говоря страна которую прошли мы чтобы высмотреть ее это страна губящая своих жителей и весь народ который мы видели в ней люди великан все это было правда но можно так сказать правду что это будет зло языче то есть распускали злую молву раз и выше написал то это недопустимо было чтобы такие люди лучшие в стране такое всем позволили сделать люди великаны да действительно там были люди такого размера большие были там видели мы Исполина сынова Нака потомков Исполина и были мы в глазах своих как саранча и такими же были мы в их глазах наши мудрецы говорят ну в своих глазах это понятно но мы не можем знать какими мы выглядим в глазах великан это было неправда так считают мудрецы и зарыдало все общество и плакал народ в ту ночь наши мудрецы говорят это ночь на 9 ава и Всевышний говорит вы плакали в эту ночь напрасно теперь будете плакать в эту ночь не напрасно и роптали на маше и агрона все сыны Израиля и сказало им все общество лучше умерли бы мы в стране египетской или в пустыне этой умерли бы зачем Бог ведет нас в страну эту чтобы пали мы от печа чтобы жены наши и дети малые дети наши стали добычей не лучше ли нам возвратиться в Египет и сказали они друг другу назначим себе нового главу и возвратимся в Египет ну сказали и сказали не получилось но и тут там было эта фраза как наши мудрецы говорят нам даром не прошла после смерти Аарона мы решили вернуться в Египет все что сказали здесь через 38 лет чем-то мы решили идти в Египет назад после вот напал на Самалек очередной раз захватил пленных мы испугались это новое поколение уже и решили идти в Египет то есть любые наши действия не забываются и пали машины Аарон перед Ниц перед всем собранием общественного Израиля и Гоша сын Нуна и Кали сын Ифуне и все кто высматривал страну разорвали одежды свои и сказали они всему обществу сынов Израиля так страна которую прошли мы чтобы высмотреть ее страна это очень и очень хороша если благословит благоволит к нам Бог то приведет он нас в эту страну и даст ее нам страну которая течет молоком и медом не восставайте же против Бога и не бойтесь народа той страны ведь они пища для нас ушло благословение и с нами Бог не бойтесь их то есть люди этим верят во Всевышнего и они знают что Всевышний для нас сделал чудеса никто из них не забыл это поэтому всего 4 человека которые не хотят подчиняться большинству во зло и собралось все общество сынов Израиля забросать их камнями но слава Бога явилось шатре откровения всем сынам Израиля и сказал Бог обращаясь к Маше до каких пор будет гневить меня этот народ и до каких пор не поверят они в меня при всех знамениях которые совершил среди него поражу его мором и уничтожу его и произведу от тебя народ достойнее многочисленнее его то есть все реально это не то что мы там должны на веру поверить мы просто видим у нас с неба каждый день хлеб выпадает у нас перепела прилетают у нас невероятная ситуация в пустыне не умираем там попробуй проживить день в пустыне при этой жаре мало того что там змеи ядовитые скорпионы так там жара такая что невероятная выжить то есть выше сделать такую погоду идеальную чудеса происходят обувь не изнашивается одежда не изнашивается растет с нами как панцирь улитки в общем невероятные чудеса и все равно мы не верим что все вышли с нами и и богу но услышат египтяне и среди которых выгул ты мощью своей народ этот и скажут жителям той страны которые слышали что ты бог в среде народа этого что лицом к лицу являлся ты бог и облако твое стоит над ними и столбе облачным идешь ты перед ними днем и столбе оба огненом ночью чтобы что умертвил ты народ этот как одного человека и скажут народы которые слышали о славе твоей так из-за того что нет у бога сил привести народ этот страну которую он обещал им погубил он их пустыни уже теперь возвеличится мощь господа как ты говорил сказал бог долго терпелив и безмерно любовью прощает он грех и непокорность очищает раскачивался но не отчаять не раскачивался припоминает вину отцовых детям третьему четвертому поколению то есть это мы читаем и сиди заповедях и в 13 свойствах бога главе тиса мы это все читаем прости же вину народа этого по великой милости твоей как прощал ты народ этот от египта и до ныне искал бог простил я по слову твоему очередной раз маша спас народ выпросил прощение однако как живья и слава бога наполняет всю землю так все эти люди видевшие славы и знамения мои которые я совершал в египте и в пустыне но испытывали меня уже десять раз не слушались голоса моего не увидели страны которые обещал отцам их и все кто в невере меня не увидят ее раба же моего калева за то что в нем был дух иной и был он предан мне приведу я в страну которой он ходил и потомство его будет владеть ею то есть его что здесь не говорится почему-то всевышний говорит о калеве который безупречно все выполнил пишется что его что даже очень с трудом выстоял и драж перед очень с трудом удалось выстоять с одной стороны он переживает шумаше умрет он не хотел этого потому что попроще что маша и войдет страну то есть и в этом плане не хотел в общем ему было очень тяжело выстоять так пишется но малекитяник на ней живут в долине завтра обратитесь идите себе в пустыню по дороге морю суб то есть сильные народы показывают амалики тянет а мощнейшие народа и сам и гнаде 31 царь всем народа трезинца и тут еще и мореи чем все вместе и говорил бог обращаясь маша так до каких пор терпеть не это злое общество из этих слов мы знаем что 10 человек это общество это миньян 10 разведчиков это злое общество поэтому мы так молимся что 10 человек молитва наша услышана хорошо мы молимся плохо мы молимся все равно всевышний принимает наши молитвы конечно лучше когда мы молимся и души ну чтобы молитва одного человека было услышано он должен очень сильно молиться чтобы все вышли молитва одного человека а у 10 принимает молитвы всегда таких пор терпеть не это злое общество которое подстрекается но в израиля роптать на меня ропаться но в израиль и которые она такой роль которых она подстрекает роптать на меня услышал я и скажи им как жив я говорил бог как говорили вы мне так и поступлю я с вами в пустыне этой падут трупы ваши и все исчисленные исчез из общего числа вашего 20 лет и старше за то что роптали вы на меня не войдете вы в страну в которой я поклялся поселить вас кроме калева сына и фуна и егоша сына нуна из же его шоу стоит малые же дети ваши о которых вы говорили добычей станут они их ведуя и узнают и они узнают страну которой вы пренебрегли ваши трубы падут в пустыне этой а сыны ваши расстранствовать будут в пустыне 40 лет и понесут наказание за растутство ваше пока не истлеют трупы ваши в пустыне по числу дней в течение которых вы смотрели вы страну 40 дней по году за каждый день понесете вы наказание за вину вашу 40 лет что вы поняли вы что отвратили вы сердца свои от меня я бог сказал вот так сделаю я со всем этим злым обществом сговорившимся против меня то есть они сговорились так поступить пустыне этой закончат они свою жизнь и там умру а те люди которых послал маша высматривать страну и которые возвратившись возмущали против него все общество распуская клевету на эту страну эти люди распускавшие приведу на страну умерли от мора пред богом лишь его шел сын нуна и калиф сын ефунэ остались живы из тех людей которые ходили высматривать страну и пересказал маша эти слова всем сынам израиля и очень опечалится народ и встали они рано утром и пошли к вершине горы говоря мы готовы зайти на место о котором сказал бог ибо мы согрешили это мы все-таки пришли искал маша зачем вы нарушаете веление бога ведь не удастся вам это и восходите ибо бога нет среди вас чтобы не поразили вас враги ваши видимо ли китяник на ней там перед вами и вы падете от меча ибо вы на самом деле отвратились от бога и бог не будет с вами но они дерзнули взойти к вершине на вершину горы а ковчег союза бога и машин не тронулись из резистана и сошли амалики тяник на ней в жившие на той горе и разбили их и громили их до хормы так что это такое тут нас напугали мы боимся уже всевышнего и получается с нами нет если он не пойдет с нами воевать верная гибель они тут то было вдруг мы осмелели идем на верную смерть реально идем на верную смерть никаких шансов то есть у нас нападает один амалек когда мы были префедиме и ничего и мы воевали весь народ бился и даже не победили моряка ослабил вашего молека с силой меча и погибли люди он убил а тут на что мы идем мы идем против 7 народов на на 31 сайт мы идем против двух и морейских царей ого и сихона мощнейшие народы мы идем против и сова в виде самого сильного молек получается все мировая война реально и мы идем и не боимся как и такое может быть это понятно что мы только можем верить бога и у него мы не спрашиваем почему мы не спрашиваем а мы знаем что у нас не отдаст потому что наш папа и мы хорошо это понимаем когда выгодно мы так дело когда не выгодно так и мы знаем что ничего он нам никто не сделает потому что наш папа с нами там нас накажет но ничего с нами не будет и действительно мы пошли воевать и пишется дальше главе дворим и вышли морей живших те горах и преследует вас к делаю пчелы и вернулись мы и плакать то есть мы с войны вернулись нас не перебили но плакать покусали пчелы раша говорит а что такое пчелы растает чего то мы знаем что такое когда все выше пишет шерш непонятно са убийца свое понятно но когда пчела она жалит и сама погибает после этого укуса можем себе представить на 603 тысячи пятьсот пятьдесят человек всем народом вышли если нас укусила по одной пчеле всех то 603 тысячи пятьсот пятьдесят врагов уже убитых а если по 10 пчел миллионами всевышний положил вот так вы все равно вернулись никого из нас не убили но всевышний сказал все все равно вы никуда не денете будете жить пустыне теперь 40 лет вы наказаны и умирать вы не будете сразу будете умирать когда исполнится 60 лет вот так и говорил бог обращаясь может так говорится нам израиле скажи когда придете вы в страну поселение вашего которое даю вам и будете приносить богу они полимую жертву жертву всажения или другую жертву по строгому обету или как добровольный дар и вели в праздники ваши чтобы делать блага ухания приятная богу из крупного или мелкого скота то пусть представит приносящий жертву свою богу хлебный дар тонкой пшеничной муки десятую часть эйфа амер смешанную с четвертью гина оливкового масла по одному измене это полтора литра и вина для возлеяния четверть гина приготов для жертвы всажения и другой жертвы на каждого барана а вместе с барана пригодал хлебный дар из тонкой пшеничной муки две десятых эйфы смешанной с третью гина оливкового масла и вина для возлеяния треть гина принесешь в лоха неприятная богу есть назначишь тельца в жертву всесажения или другую жертву по строгому обету и в жертву мирную богу то пусть приносят вместе с тельцом хлебный дар из тонкой пшеничной муки три десятых эйфы смешанной с половиной гина оливкового масла а вина приносит для возлеяния половину гина с огнеполимой жертвой в лоха неприятная богу так следует поступать с одним быком и с одним бараном и с одним ягненком или козленком по количеству которое вы приносите так сделайте с каждым по количеству и всякий житель страны должен делать это принося в они поле эти они полимой жертвы лоха неприятной богу интересно то что пропорция не одинаковая то есть если мы приносим ягненка то мы приносим четверть гина масла с ним это получается полтора литра грубо и приносим мы амер муки шо вот смесь такая если мы приносим барана то мы приносим муки в два раза больше два мера а масло мы приносим не в два раза больше а приносим 3 гина 2 литра то есть тесто более твердое получается то есть если смешать полтора литра масла с одним амера муки будет тесто мягкое а если взять два амера муки и масло 2 литра будет пожестче и такая же пропорция с быком пожестче получается то есть непонятно почему ну все вы же так написал мы выполняем это выше нашего понимания почему на ягненка идет более мягкое тесто и а если живет у вас пришелец или тот кто среди вас поколениях ваших и принесет огнепалимые жертву глухание приятная богу то как делаете вы так и ему делать собрание установления 1 для вас для пришельца живущие у вас вечно установление для всех поколений ваших подобно вам будет пришелец предбогом учение 1 закон 1 будет для вас и для пришельца живущего у вас и говорил бог обращаясь мажет так говорится нам израиля и скажем когда придете в страну в которую я веду вас то когда будете есть хлеб той земли, возносите приношение Богу. От начатков теста вашего возносите лепешку приношение, как приношение с губна, так возносите ее. От начатков теста вашего возносите Богу приношение во все поколения ваши. А если по ошибке не исполните каких-либо заповедей из тех, о которых Бог говорил Маше, из всего, что заповедовал Бог через Маше, от того дня, когда Бог заповедал и впредь все поколения ваши, если по недосмотру общества совершилось это по ошибке, то принесет все общество одного молодого быка в жертву всажения, в лухание приятное Богу, и хлебный дар созрения к нему по закону, и одного козла в грешительную жертву, и скупит коем все общество в Израиле, и будет прощено им, потому что это ошибка. И они принесли свою жертву, огнеполимую жертву Богу, и грешительную жертву перед Богом за ошибку свою, и будет прощено всему общество в Израиле, и пришедшись живущего среди них, потому что весь народ сделал это по ошибке. То есть совершить дерзкое преступление и ошибку, это разные вещи. Хотя мы знаем, если человек что-то украл, он тоже принесет жертву, и это мышленно украл, все равно, но в зависимости, что он сделал. Если человек раскаялся сам, это будет один случай, если его поймали, это другой случай, в общем, не все одинаково. Но здесь, мне кажется, говорится о ошибке. А если один человек согрешит по ошибке, то пусть принесет надавалый указок грешительную жертву, и искупит кое человека, совершившую ошибку, так как согрешил он по ошибке перед Богом, то следует искупить его, и будет ему прощено. Для жителей страны и сынов Израиля, и для пришельцев, живущих среди них, учение одно будет у вас для поступившего по ошибке. Но человек, который сделает что-либо дерзко, из жителей страны ли он, или из пришельцев, Бога он кулит, будет оторнута душа, это от народа ее. Ибо слово Бога презрел он, и западе ее нарушил, и стремлена будет душа, это вина ее на ней. И были сны Израиля в пустыне, и нашли они раз человека, собиравшего хворост в день субботний, и привели его те, кто нашли его, собирающим хворост к Маше, и к Агарону, и ко всему обществу, и оставили его под стражей, потому что не было еще определено, как следует поступить с ним. То есть здесь говорит о дерзком преступлении сначала, а потом говорится, что человек собирал умышленно хворост в день субботний. Медраж, что он собирал в одном колене хворост, мы сказали, ты чего ты собираешься сегодня, суббота, что святой день. Ах, хорошо, он уходил. И все его предупреждали, он уходил. То есть он все равно это делал. И Маше не знает, что с ним делать. Не знает. И сказал Бог, обращаясь к Маше, смерти должен быть предан человеку этому. Забросать его камнями должно все общество в Нистану. И вывел его все общество в Нистан, и забросало его камнями, и умер он, как Бог поверил Маше. То есть, ну Медраж говорит, что он был праведник. Он хотел таким методом отдать свою жизнь для того, чтобы мы исполняли субботу, не нарушали законы ее, знали, что за это бывает. И он так отдал. И когда дочери Славхада приходят к Маше и говорят, что дай нам удел Славхада, отца нашего, потому что нет у него сына, почему лишено будет его колено этой земли, если мы выйдем замуж за предстоитель другого колена. То есть, и раб Иакива говорит, вот это и был Славхад. Он умер за грех свой, он не был в собрании, в обществе караха, бунтовавшего против Бога. Вот так вот. То есть, ну цель у него была умереть именно для того, чтобы мы боялись нарушать законы субботы. Настолько это важно. Был праведник. И сказал Бог, обращаясь к Маше так, говорится нам, Израиль, скажи им, чтобы делали они себя кисти на краях одежды своей во всех поколениях их. И прилетали в каждую кисть края нити с голубой шерстью. И будут у вас кисти. И смотря на них будете вы вспоминать все заповеди Бога, исполнять их. И не будете блуждать влекомое сердцем вашими глазами вашими, как блуждаете вы ныне влекомое ими, чтобы помнили вы и исполняли все западни мои, и были святы сильному вашему. Я Бог всесильный ваш, который вы от страны Египетская, что вы это вам всесильный. Я Бог всесильный ваш. То есть, киси цицит, мы это читаем каждый день. Как минимум два раза в день, утром, вечером. Голубая нить – это нить, которую красят кровью улитки хилозон, голубая кровь. Мы сейчас не знаем, какая-то улитка. Есть люди, которые считают, что нашли такую улитку, определяешь. Такая-то краска, считается кошерная, и красят другие, пока не красят. Не уверены, что это так. Почему вот так вот? Если у кого-то вопросы, кто хочет что-то рассказать, сказать, спросить, не стесняйтесь, пожалуйста. Читаем Хаффицхайм. Хаффицхайм. Любите делать добро. Ежедневные уроки в умении давать. Уроки Раба Фишеля Шехтера. Погей Хаффицхайм. 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 Перевел на русский язык. И далее спинады. День 27. 27-й Тишель. 27-й Ниссан. Хаффицхайм. Раздел 2. Глава 7. Национальная идентификация. Сегодня я предложу помощь даже тому, кто как будто в ней не нуждается. Два еврея сострадания к другим людям. Для еврея сострадание к другим людям не просто одно из качеств. Это национальная идентификация. Хаффицхайм. Одно из основных свойств еврейского сердца. А если в сердце его нет, связь человека с народом Аврагама, становится под вопрос. Он настолько важен, что Тора не разрешает даже допускать представителей двух народов ОМОНа и Моава к обращению в еврейство. Потому что они проявили бессердечие к евреям. Тора, Творим 23.5, объясняет, когда еврейский народ хотел пройти свою страну через их землю, эти народы не хотели принести им хлеб и воду. Бедраж Ваекра Раба 34.8 исследует это объяснение. Раб Шимон от имени Раба Элазара задает вопрос, зачем евреям нужны были хлеб и вода? У них были ман, падающие с неба, и содержащие все питательные вещества, вода источника, который следовал за ними по пустыне заслуги Мирьям, а облака славы защищали их от солнца. Более того, другие народы земли знали, что еврейский народ находится под защитой. В чем же было их преступление? Ответ в том, что они отказались проявлять обычную вежливость к путникам, проявили холодность и бессердечие. Это закрыло им дорогу в народ. Вот, чья суть хэсет. Даже если о человеке известно, что он еврей, но он бессердечный, это вызывает сомнения в его родословной. Талмуд бейца 32b рассказывает о богатых евреях Вавилона, которые отказывались давать. Это было так отвратительно, что их мог очистить только Гейну. Далее Талмуд приводит историю Шабтая, который пришел в город и предложил нам создать совместный бизнес, что принесло бы доходы ему и людям города. Они отказались. Ему пришлось унизиться и попросить у них еды. И снова отказали ему. Объясняя их поведение, Шабтай предположил, что они были не евреи, а потомки Эревра, сброда, который вышел в северея из Египта. Иными словами, если у человека нет бессердия, он теряет еврейскую идентификацию. Мудрецы говорят, «Кто жалеет людей, творение Бога, несет знак потомка Аврагаму. А кто не жалеет, демонстрирует, что не из семени Аврагаму. Поэтому доброе дело приносит человеку еще одно преимущество, укрепляет его положение среди сострадательного братства еврейского народа». На этом наш сегодняшний урок заканчивается. Всем браха, парнасак, аванамазу, то, что мы этой часть не грешили, изучали Тору. Всем всего самого наилучшего. До встречи. Четверг были недорога в час дня. Спасибо.